Если кто-то из вас хоть раз путешествовал, то сталкивался с тем, что нужно где-то переночевать, а то и задержаться на несколько дней. И в этом случае нам на помощь приходят отели. Или гостиницы, или апарт-отели, или хостелы, или мотели. Господи, всегда хотел знать, какая между ними разница. Ну что ж, давайте разбираться. В связи с ситуацией в мире, многие отели дают 50% скидку на свои номера. И я решил не терять такой возможности и воспользоваться данным предложением. В сегодняшнем выпуске я побываю в нескольких необычных отелях своего города. Первый отель будет однозвездочным, самым простеньким. Посмотрим, что он нам предложит и насколько там будет чисто. Ну а второй отель будет пять звезд. Но, друзья, скажу сразу, что проверять его я буду с особой бдительностью, прям как инспектор гаджет. Есть ли смысл переплачивать за дорогой номер или можно переночевать в простеньком и дешевом? Сегодня, друзья, нам предстоит разгадать эту загадку. Ну что, я направляюсь в первый отель. Он называется Roof Capsulas. Он находится в самом центре Петербурга на Садовой улице. И его фишка номера капсулы, которые находятся прямо на крыше. А вы знали, что одна звезда расшифровывается как дешевая гостиница с минимумом услуг? Ежедневная уборка номеров, кстати, не всегда в них входит. Все номера одного типа. Кстати, вот так выглядит твой номер на фотографиях при бронировании. Здравствуйте. Для общего пользования, да? В общем, да. Здесь уже все готово, к вашему хватит. Столько, вешу. Такой интересный вопрос. А до... Все же цена ниже намного, да, на этот номер, чем, например, обычно. А сколько он стоил в обычное время? 1200. То есть там практически 50 процентов, да? Ну да, да. Ну вот насколько реально меньше стало народу у вас? Так, вот если в процентах. Наверное, ну, три четверти. Итак, ребят, первое, что я ощутил на себе, когда сюда зашел, это безумно жарко. Градусов 30, а может быть вообще 35. Такое ощущение, что тут, я не знаю, какая-то Африка. Тут находится внизу батарея. Вот, в общем, эта батарея огромная. И я уже пытался закрыть эти краны, но не знаю, насколько это поможет избавиться от такой лютой жары. Ну что, друзья, вы как будто вселились в мои глаза и сейчас увидите все от моего первого лица. Вот так вот выглядит номер. Чуть позже мы сюда ляжем, сядем, проверим, насколько там чисто, насколько там мягко. Здесь вот сразу же нас встречает вешалка. Вешалка. Единственный минус еще, который сразу бросился в глаза, это вот реально грязный какой-то матрас. Ну, прямо, ну вообще на выброс, прямо отстой какой-то. Вешалки достаточно большое количество. Мне выдали полотенце в количестве двух штук. Искусственные цветы, столик. Ну, сами все слышите. Так себе стул, более-менее, хоть и слегка поюзанный, но опять же, ничего страшного в этом нет. Это вот такая вот первая комната. Есть вторая комната, но тут ничего нет. Тут вот вся вторая комната заключается в том, что тут есть окно и стена, которая гипсокартоновая. Я не знаю, насколько тут хорошая шумоизоляция, но вы только послушайте. Вот, друзья, когда вы увидите то, что сейчас вижу я, вы поймете, почему можно закрыть глаза на стол, который шатается, на вот этот матрас. Короче, смотрите. Ох, ребят, зацените, какой кайф. Даже погода, посмотрите, какая прям настоящая питерская. Такие тучи. Вот сейчас прямо пойдет дождь с минуты на минуту. А вот прямо перед нами это Казанский собор. Это вот, видите, Садовая улица слева. Станция метро Садовая. И вот здесь у нас станция метро Гостиный двор. Одно из старейших мест Санкт-Петербурга. И все это, ребятушки, за 500 рублей. В номере есть вот такое вот окно. Это большой плюс, потому что если хочешь проветрить, то помещение проветрится очень быстро. Ну что, давайте перейдем уже непосредственно к постельному белью, спальному месту. Такая лестница для того, чтобы забраться в свое спальное место. Это у нас свет. Ух ты, смотрите, летподсветка. Выглядит достаточно неплохо. Сейчас я туда наверх заберусь и чуть-чуть поподробнее подсниму вам. Ну что, я забрался на этот второй этаж. Тут я вам покажу. Крыша. Это прям настоящая крыша. Вот здесь вот большой плюс, конечно, за USB розетку. Это реально прям огромный плюс. Есть также обычная и USB. Это еще вот второй дополнительно свет здесь. Выключатель. Собственно, две, четыре. Или это одеяло. Это одеяло. Одеяло вот такие вот. Ну, по внешнему виду они нормальные. Посмотрим попозже, что внутри. Подушки. Ну, подушки вообще так себе. Вот прям откровенно. Подушки уже пролежены. Чтобы вы понимали, вот толщина этой подушки. Не знаю, ну вот. То есть, если на нее лечь, ты ляжешь просто в пустоту. За подушки большой минус. Вторая подушка. Вторая подушка чуть получше. Но тоже уже такая износившаяся. Знаете, такие есть подушки самые дешевые. Которые стоят там по 200-300 рублей. Ну вот. Для того, чтобы переночевать за 500 рублей сейчас, да, это нормально. Посмотрим, что у нас по одеяло. Одеяло. Ну, что-то не понимаю. Какой-то одноразовый, что ли. Не понимаю. Ну, в общем, материал вот такой, знаете, как будто это одноразовое что-то. Вот это, конечно, меня расстроило. Потому что тут прям, видите, прям настоящая пыль. Которую, в принципе, не так уж сложно и убрать. Да, вот прям, ну, очень много пыли. Еще меня очень удивило то, что тут такое огромное пятно, которое прям, ну, вроде бы все чистое, да, но пятно прям такое достаточно большое и такого цвета неприятного. Еще раз хочу сказать, что тут прям нереально жарко. Чтобы вы понимали, я прям вообще супер уже весь вспотел. И минус вот этой вот капсулы или вот этой кабинки заключается в том, что сюда прям не поступает свободный кислород. То есть ты как бы находишься в маленькой комнате, которая находится в маленькой комнате. И поэтому тут очень жарко. Хотя у меня окно открыто, настиж. И все равно жарко. Работает, видимо, это еще батарея. В общем, чуваки, у вас в отеле, у вас в хостеле просто нереальная жара. Сделайте с этим что-нибудь. А в остальном все прям супер. Мне все понравилось. Сейчас пойдем смотреть, как выглядит туалет, душевая. В общем, вот эти вот всякие санузлы. Кстати, ребят, Санкт-Петербург 5 минут спустя. Вон, посмотрите, что на улице происходит. Снег, дождь. Погода просто поменялась буквально за 5 минут. Да, хочется тут сразу же сказать, это Питер, детка. Что, ребят, вот такой вот туалет тут в хостеле. Кстати, вода еле течет. Казатор. О, ладно. Зеркало чистое. Висит освежитель вот такой. Более-менее выглядит нормально. Ванная комната душевая. Вполне такие приличные, чистенькие. Фена. Братичная, кстати, она бесплатная. Если тебе нужно постирать одежду, то тебе дают такую капсулу. Ну, вот, и ты можешь стирать свою одежду. Так, ну, что мне хочется сказать про этот хостел. В целом, тут достаточно тихо, тут достаточно уютно, не считая того, что тут не очень чисто, да, тут вполне можно жить. И тот вид, который они дают, собственно, за эти деньги, он просто шикарный. Как бы достопримечательности города, прямо на них окно, это прямо очень круто. Но есть свои, конечно, минусы. Да, кстати, я вот еще раз хочу повторить для самых умных и самых одаренных, что я не хочу засрать этот хостел. Моя цель это показать вам соотношение цена-качество. Вот если будет грязь, я вот вам покажу, и вы сами увидите, да, действительно, что тут грязно. Или вот стол сломан, да, действительно, стол сломан. Значит, его нужно починить для того, чтобы следующим гостям здесь было уютно находиться. Так что, друзья, никакого хейта, лишь объективная критика. Итак, друзья, обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что именно в конце я буду ставить оценки и писать отзыв этому хостелу. Так что обязательно досматривайте до конца, а мы поехали дальше в другой отель. Ну что, друзья, направляемся во второй отель. Он называется Gamma Boutique Hotel. Это 5 звезд, а значит, там должно быть просто все в идеале. Чистота, уровень обслуживания и сервис. Ну, короче, проверим. Кстати, после оплаты мне пришло вот такое сообщение. Здрасте. Здрасте. А что грустное? А что грустное? Скачаем запрести. Ладно, не скачайте, я пришел к вам. А что, прям вообще очень мало людей, да? Не совсем прям без людей, но... А этот номер сколько раньше стоил? Вообще-то у нас, значит, на него 64. Угу. Непонятно. Ну-ка, вставляем карточку. Ребята, это того стоит. Тут просто охрененно. На первый взгляд, тут вообще космос. А запах, самый главный запах тут вообще просто какой-то. Парфюмированный, ну офигеть. Очень крутое решение, это вот эти вот зеркала. То есть, вот это вот у нас все зеркала, они увеличивают пространство, и кажется, что номер намного больше. Вот это вот лепнина, цените, какая на потолке, вот здесь вот в углах. Прямо очень красиво. И люстра тоже, на самом деле, прямо супер стильная. Все в таком, знаете, золотом деревянном стиле, что прямо очень классно подобрано. Еще предлагаю пройти в ванную комнату и посмотреть, как там все обустроено. Ешкин кот. Ну тут, знаете ли, прям совсем неплохо. Посмотрите, какая плитка белая под мрамор. Такая золотая стена. Есть небольшие дефекты, конечно, но ничего страшного. В принципе, к этому не подкопаешься. Первый раз, кстати, вижу такую тему. Тут написано, если вам стало плохо, потяните за шнур. Видимо, прибежит администратор. И спасет тебя, если вдруг тебе стало плохо. Значит, тут есть, как вот эта вот обычная большая лейка, так есть и такой вот мини-душ гигиенический. Здесь, кстати, что круто, что тут прямо даже в ванной есть вода. То есть, не нужно бежать в номер, брать оттуда бутылку. Есть, собственно, две запасные прямо здесь. Так, вот стаканы. На первый взгляд чистые. Но тут есть специальное зеркало с подсветкой, которое нам поможет увидеть какие-либо дефекты. Ну, на самом деле, на глаз я вижу, что здесь есть какие-то потеки. Но это все не смертельно, не критично. Хотя, хотелось бы, конечно, чистенькое, чтобы было. Здесь у нас зубной набор. Мы распакуем чуть-чуть попозже. Две зубные щетки, шапочки, ушные палочки и всякая такая дребедень. Два мыла. Два мыла, кстати, очень симпатично выглядящих. Мыла. 20 грамм мыла. И обратите внимание, сколько здесь всего. Шовар-гель. Давайте понюхаем его. Запах прямо вообще обалденный. Ну, знаете, парфюмированные вот эти вот шампуни прямо обалденные. Обалденные. Дальше, что меня очень удивило, я первый раз такое вижу, я, конечно, не часто останавливаюсь в отелях, но обратите внимание, это сумка с феном. Прикол, да? Не просто висит фен, а фен, спрятанный в сумку. И для того, чтобы он тут не мозолил глаза, условно, тут выглядело все симпатичнее, они убрали его вот в такой вот, кстати, тоже очень стильный пакет с логотипом их отеля. Давайте посмотрим, насколько тут... Жесть, напор вообще сумасшедший, посмотрите. Просто. Насколько быстро нагревается вода. Ага, вот сейчас уже настолько горячая, что невозможно руку держать. Полотенца. Есть маленькие полотенца, есть большие. Мусорка чистая, без всякой грязи. Еще тут есть вот такая штука, халат. Зацените, один халат и второй халат. Вот это круто, да? Также комплект тапочек. И у нас есть тут сейф. И самое главное, у нас есть мини-бар. Наконец-то мини-бар. Зацените, какая... Господи, как она достается-то. Вот это неудобно, конечно. Открывашка тоже, опять же, с их логотипом. Все у них, так знаете, стильно сделано прямо. То есть, они прямо запарились над всякими мелочами. Ну что, тут есть Red Bull, сок, апельсиновый, яблочный и Coca-Cola в стекле. Max Brandt бы обрадовался. Есть, кстати, Coca-Cola с сахаром и есть без сахара. И вода San Pilegrino. Сколько эта вся тема у нас стоит? Значит, вода San Pilegrino стоит 270 рублей, Red Bull 270, Coca-Cola 240. Ну, ценный, конечно, вообще, да. чисто отельный такой, достаточно большой. Так, друзья, сейчас пройдемся по чистоте и обратите внимание, это, конечно, мелочь, ничего такого, но вот лежало тут вот такой вот кусок пластмассы. Ну, непонятно, почему он тут лежит. Посмотрим вот по углам, что у нас здесь. Пыли нету, реально нету пыли. Прямо не придраться к этому. О, здесь прилично пыли. Посмотрите, да. Здесь не проходит, здесь не протирает. Ужас. Прямо здесь пыли просто просто жесть. Фу. Пыльные или сами лампы внутри. Нет, пыли нету. Вот это очень крутое место для того, чтобы проверить, насколько здесь много пыли. Нету. Смотрите, реально, здесь нету пыли. Здесь реально хорошо все убирают. Ну что, друзья, первое впечатление от номера у меня очень положительное. Тут чисто. Есть, конечно, немножко пыли вот там, где я показывал вам, где батарея, но в целом тут прям шикарно. Этот номер стоит 3950 рублей. По сравнению с хостелом, где мы были с вами до этого, тот хостел стоил там 500-600 рублей. Но я хочу вам сказать, что тот хостел, в принципе, не сказать, что он прямо уступает сильно, но там лучше вид из окна, там дешевле. То есть, получается, смотрите, в том месте можно остановиться условно на 4 ночи, вместо того, чтобы останавливаться условно тут на 1 ночь. все зависит от ваших нужд. Но этот отель меня удивил. Прямо скажем, удивил. Тут реально чисто. Сейчас мы проверим, что там с кроватью. И, собственно, будем кайфовать. На первый взгляд все очень чистенько. Знаете, постель такая, как бы настолько чистая, что она же прямо так схрустит слегка. Подушки. Подушки прям супер мягкие. Ребята, вот это кайф. Вот это вообще кайф. Чистые, чистые подушки. Посмотрим. Посмотрите, тут на матрасник и еще один на матрасник. То есть, тут, по сути, два на матрасника. Смотрим дальше. Тут внизу еще какой-то на матрасник. Но, видите, вот здесь вот справа есть коцки. Небольшие недочеты. Окей. Так, что это у нас? большой женский длинный волос. Ай-яй-яй-яй. Фух, вот это кайф, ребят. По мягкости. Ну, матрас не самый мягкий, но в то же время я и не люблю мягкий матрас. Он такой средней жесткости, я бы сказал. Еще раз извините, пожалуйста. Ничего страшного. Я, правда, сама не ожидала. Ничего страшного. Может быть, чай, десерт? Нет, нет, спасибо. Вам спасибо за внимание. Всего доброго. Все доброе. Спасибо за мной. Так, ну что, друзья, вот такой вот бургер за 450 рублей. Размер у него очень большой. Он прямо реально такой. Пахнет очень вкусно. Тут видно халапенье, персики. в общем, сейчас буду пробовать и кайфовать. И вот, что они мне принесли как бы в счет того, что типа они долго готовили. Его обещали 25 минут, но по факту это был час. Вот, салфетки, все приборы. Сейчас буду пробовать и вам расскажу свое мнение. Друзья, ну что, греха таить. Это реально вкусно. Это это остро и по качеству это прям уровень там, я не знаю, какой-то, знаете, хороший бургерный. За бургер и за еду я ставлю смело вообще пятерку. Несмотря на то, что я реально долго ждал, это прям того стоило. Очень вкусно, молодцы. Друзья, вы только что посмотрели ролик и я уверен, что у многих из вас уже сформировалось свое мнение относительно дешевого хостела и дорогого отеля. Обязательно напишите свои мысли в комментариях, какой бы вы из вариантов выбрали, сэкономили бы деньги или остались бы в дорогом, но потратив при этом большую сумму денег. С вами был Александр Жучкин. До новых встреч, друзья. Впереди много интересных роликов. Пока.